Добрый день! Два часа дня и это программа с Верой Спорт. У микрофона работает Вера Власова. 13 июля уже в эту пятницу в парке Дворца Пионеров откроется первая в Кирове профессиональная площадка для воркаута. Об этом сообщили и продолжают сообщать практически все ведущие СМИ города Кирова. Что же такое воркаут и почему открытие площадки так важно для Кирова обсуждаем с Егором Поспеловым, руководителем Федерации воркаутов Кирове. Здравствуй, Егор. Здравствуйте, Свет. И Олегом Кошкиным, координатором проекта и членом инициативной группы. Здравствуй, Олег. Добрый день. Итак, почему же такая шумиха вокруг этого такого небольшого совсем клочка земли? Какая там площадь СМИ? 150 квадратов. 150 квадратов. 150 тысяч. 153. Да. Почему это так важно для города оказалось вдруг? Ну, так получилось, что у всех соседей, у соседних регионов есть профессиональные воркаут-площадки. Воркаут – это вообще такое движение современное, очень популярное, а в нашем городе до сих пор такой площадки не было. Соответственно, мы такую площадку создали. А шумиха в основном, наверное, связана с тем, что в ней приняли участие порядка 170 человек физических лиц и очень много десятки компаний региональных. Вот, соответственно, может быть, вероятно, в связи с этим. Ну, обо всех этих аспектах мы в течение полчаса сейчас будем еще более подробно рассказывать. Итак, Егор, как руководитель федерации воркаута, расскажи, что же такое воркаут и где же, вот, Олег сказал, у соседей он популярен, где именно и насколько популярен? Что такое воркаут? Это уличная гимнастика, то есть работа собственного веса. То есть это в основном ребята, которые из обычных дворов, у которых либо нет денег, либо нет времени и возможности сходить в спортзал или какие-то тренировки. Ну, началось все с того, что какие-то элементы выход силы, все его знают с далеких времен. Сейчас эти упражнения, конечно же, виды изменились и кто видел в группе ВКонтакте или где-либо еще наши видео подтвердят, что это на грани физических возможностей эти упражнения проходят. Проблема была в том, в нашем городе, что у нас нет площадки для занятий воркаутом. Ни одной нормальной площадки практически не было. То есть, наверное, остались те самые пресловутые брусья, да, вот эти вот лесенки, которые еще с советских времен, позднесоветские, начало 90-х, в 12-м. Да, и были новые, и уже были новые турники, но они не соответствовали тем требованиям, которые нужно. То есть, такие развлекалышные были, да? Да, то есть на них можно просто прийти, потянуться и выполнить одно упражнение. Именно для какой-то связки, которую нужно выполнить во время соревнований, они не подходили абсолютно. Их качество тоже не соответствовало, окружающее по технике безопасности, то есть территория тоже не соответствовала требованиям. Сейчас мы все эти требования учли. И самое главное, что в этой площадке, которую мы строим, во всех площадках, даже профессиональных, иногда бывают недочеты те, что ее строят, которые сами не занимаются воркаутом. У нас ребята из нашего движения воркаут 43, они тоже принимают участие в строительстве, и мы даже пришлось по ходу строительства чуть-чуть видоизменить проект. То есть строили-то для себя, получается? Да, строили для себя, и в итоге она сделана так, чтобы на ней можно сделать очень красивые, уникальные трюки. Я думаю, что ближайшие соревнования это покажут. Я думаю, что ближайшие открытия это покажут, да? На открытии, к сожалению, пока они не смогут просто их натренировать. То есть нужно время все равно, хотя бы месяц, чтобы их попробовать. А ближайшие соревнования, которые у нас будут в середине августа, это будет открытый чемпионат области, куда приедет, ну, я думаю, что половина Приложского федерального округа. Уже есть доревленно с шестью областями, и вот я думаю, что и остальные тоже подключатся. Насколько наша площадка на уровне среди, хотя бы ПФО? Я думаю, что на уровне. Не хуже, не лучше вот именно уровень, да, Этим? Конечно же, есть площадки лучше. Они закрытые полностью, даже есть такие площадки, они полностью закрыты, они прямо закрываются на ключ. С крышей, да, наверное? Ну, там часть, то есть делается навес, чтобы можно было спрятаться от дождя и так далее, а сами пареньки, они, конечно, на открытом воздухе. Хорошее освещение, что мы тоже планируем сделать, то есть освещение, у нас будет очень хорошее отличие от других городов. То есть мы видим на новый уровень, у нас будет точка Wi-Fi, будет такое некое притяжение молодежи. Притяжение молодежи, то, наверное, нужно было и снимать все трюки, и сразу их выкладывать, какие-то видео для YouTube-каналов. Да, то есть этим, я думаю, что мы будем очень сильно отличаться и от других городов, поэтому... То есть у них пока до такого не додумывались? Пока я не видел. Это хорошо. Я со многими воркаут-движениями общаюсь, и с соседними, и далекими, не у всех такого есть, и с ближайших наших соседних, ни у кого такого нет. По популярности воркаута в Кирове, проанализируй, пожалуйста, насколько много ребят сейчас этим занимаются, какие это возрастные категории, что это за люди? В основном это подростки, 12-20 лет. Потом уже, ну, у них появляются свои дела. По аудитории, я думаю, что потенциально это пару сотен. Именно к нам на тренировки, то есть мы и зимой тренируемся, каждое воскресенье к нам можно прийти, у нас, конечно же, все бесплатно. К вам это куда, если пока еще площадки не будет? Мы зимой занимаемся в спортзале в лесопромышленном колледже. Большое спасибо лесопромышленному колледжу за это, конечно же. То есть не предоставляет площадку. Да, то есть у нас есть 3-4 часа, в зависимости там от четной и нечетной недели. Мы каждый воскресенье с 8 утра там занимаемся. Количество занимающихся, ну, до 50. То есть периодически кто-то приходит, кто-то уходит, ну, где-то 30-40 человек там всегда бывает. Тут надо отметить еще такой факт. Я, прежде чем мы приступили к реализации проекта, мы оценивали аудиторию в социальных сетях заинтересованных по нашему городу порядка 2000 человек. Тех, кто интересуется этой тематикой, состоит в соответствующих сообществах. И, ну, кто-то из них, естественно, спортсмен. Есть и сочувствующие, так их назовем. То есть это потенциально те, кто могут прийти и позаниматься? Те, кто хотят прийти и позаниматься? Да. Пару сотен, которые именно выполняют какие-то упражнения. А те, которые, ну, вот я даже просто гуляю вечером по городу, если вижу, я просто даже не люблю. Я их так, как люблю, я могу подтянуться, размяться и так далее. Я думаю, что таких желающих очень много. Ну, главное показать как. Ну, подтянуться все умеют. Ну, подтянуться, да, но всякие там усложненные элементы. И даже подтягиваться, согласись, нужно с определенной страховкой и с определенной долей профессиональности, потому что всегда нужно себе что-нибудь потянуть и сломать. Да, согласен. А с этой точки зрения, кто помогает, кто контролирует, координирует? Вот, ребят, как в лесопромышленном колледже, например, ты сейчас сказал. У нас есть старшие ребята, они же и тренера. Не каждую тренировку, но регулярно стараюсь, по мере возможности, тоже туда посещать. То есть мы проводим их профбеседы, так сказать. Мы даже, это у нас не такая обычная тренировка, мы больше как сообщество, мы как друзья. То есть мы хорошо все общаемся, помогаем друг другу, да. То есть и у нас старшие ребята помогают Пашу всегда. Или те, кто знает. У нас, например, есть ребята, которые больше занимаются паркуром. Или есть еще, ну, другие элементы, например, они там больше сальто крутят. То есть там ребята учат остальных, как сальто правильно крутить. То есть можно, если честно, заучиться буквально за месяц еще сальто делать. Да, без особых... Ну, любой человек можно учиться. Ну, у кого есть желание. Да. И мотивация, да, это сделать. Да, кто не боится. Один месяц. Ну, у нас там есть маты, то есть все хорошо, можно огородить так, что, ну, будет не больно. Месяц при каком количестве тренировок? Одну тренировку выполнить самостоятельно, то есть будет задание, и один раз прийти к нам в спортзал. Две тренировки в неделю, и за месяц можно учиться? Сделать сальто. Легко. Можно, при желании, некоторые из этой тренировки учатся. Ну, если есть спортивная подготовка. Окей, все запомнили. Что касается тренировок именно вот на этой площадке, то могу сказать, что мы будем проводить минимум по две тренировки в неделю. То есть одна будет достаточно большая, где ребята будут показывать мастер-классы и тренировать других ребят. Ну, любых желающих. Это, конечно же, все бесплатно. И в будни, в какой-то вечер тоже они будут выбирать, будет все в группах ВКонтакте писаться. И в других соцсетях, когда будут проходить тренировки, именно вот с ребятами. Чтобы можно было прийти и посмотреть, что можно делать, и они покажут, как это делать. Они научат какие-то простые элементы. Есть элементы, которые можно научиться буквально за 5-10 минут. То есть вся информация по тренировкам, по расписанию занятий, все, наверное, и трюки тоже, которые можно будет там выполнить, элементы, которые можно выполнить на площадке в группе ВКонтакте. Как называется группа? Воркаут 43. Воркаут 43. Ну, я часто репосты на свою страницу делаю. Меня тоже очень, думаю, легко найти. Да, я поспевала очень легко найти. Это факт. По популярности воркаута мы еще не отметили. Все-таки, насколько много людей занимается по всему миру сейчас? То есть это такое прогрессирующее движение, насколько я понимаю, да? Ну, как и большинство сейчас современных таких видов спорта. Когда это вообще появилось? И в связи с чем это стало популярным в мире? Вообще в мире это, ну, конечно, пошло это из-за океана. То есть люди, у которых нет денег, стали тренироваться какими-то железяками, стали, наверняка, выполнять какие-то упражнения, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. И все постепенно это переросло вот в такое движение. Так же, как и паркур. То есть люди, которые могли выполнять какие-то трюки, они решили, вышли в город и начали их выполнять. Тут то же самое. Сейчас это все усложнилось. Упражнения буквально с каждым годом усложняются очень сильно. Три-четыре года назад, когда я начинал этим вообще еще заниматься движением, упражнения, которые считались просто, ну, даже нереальными, сейчас их выполняет несколько десятков человек, только у нас в Кирове. То есть если мы сравниваем даже с занятиями в спортзале, да, в тренажерном зале, разница есть? В чем эта разница? Ну, здесь работа с собственным весом, без утяжеления. Если не выполнять сложных трюков, практически безопасно, ну, только если сам он не упадет, там, и так далее. Потом в спортзал можно заниматься круглого, годично, а на свежем воздухе, но все равно это лучше. То есть это свежий воздух. Ну, это кажется здоровее, да, что свежий воздух и легкие там все прочищаются. А зимой, кстати, как на этой площадке нужно будет заниматься? Зимой мы, по возможности, будем чистить снег. Раньше мы проводили несколько акций, то есть зимой проводили акцию, например, 2016-2017, когда нужно было еще потянуться 2017 раз всем желающим. Вот, мы это выполняли меньше, чем за 30 минут. Суммарно всем желающим? Да, то есть все подтягивались. То есть мы расчищали, чтобы можно было к турникам подойти, чтобы он у тебя был не у плечей, а чуть повыше хотя бы. Вот, расчищали и занимались. То есть ребята очень часто любят все равно именно на площадке на уличной заниматься, на которой они постоянно занимаются. Потому что в спортзале это все равно немножко не то. Не то, согласно. Но в спортзале можно отрабатывать другие элементы, когда там маты и безопасность там лучше. То есть воркаут на этой площадке хорош сам по себе, но еще лучше он до помнений с тренджерным залом, правильно? Вернемся к месту, к самой площадке. Олег, чем обоснована именно эта территория, эта территория Дворца Пионеров? Почему именно там решили стать площадкой? Ну, мы вообще распотребили несколько вариантов, в том числе Гагаринский парк. Но здесь что сыграло роль? Здесь, во-первых, вокруг нет объектов спортивной инфраструктуры. Там есть какой-то рукоход, турники, но они уже все проживили. Там очень активная застройка идет. То есть это населенный район. То есть задача была, чтобы максимальному количеству жителей эта площадка была полезна. И для нас была прозрачная процедура согласования вот этого вот участка земли для постройки этой площадки. То есть эта земля в областной собственности находится. И нам было понятно, как процедура сама организована. Ну и сам Дворец Молодежи, вернее, Дворец Пионеров, как он сейчас Дворец Мемориал называется. Вот они очень активно готовы были нам содействовать. Ну и плюс весь парк, вот это 50-летие КСМ, он его планируют облагородить глобально. То есть есть большой проект по его улучшению. И как раз спортивные зоны, где мы разместили площадку, они как раз там планировались. Ну и из этого вытекали сопутствующие разные преимущества этого места. В частности, дизайнер, который курировал весь проект облагораживания, он нам помогал в том числе и с этой площадкой. Вот нам не приходилось тратиться на это. Очень хорошо. Перейдем к непосредственно строительству площадки. Как давно это дело началось и с чьей помощью находились деньги? Потому что, насколько я понимаю, бюджетные средства на это не тратились совершенно на копейки. Шла лишь помощь, дают крытые двери. Полностью частные деньги, да. Чьи эти деньги и в каком количестве? Так, ну вообще в конце февраля мы этот проект затеяли. В начале марта мы, по-моему, с Егором как раз встретились. Первый раз согласовали этот проект. И с того момента мы начали сбор средств. Этот сбор средств был через социальные сети от физических лиц, через свои какие-то знакомства, через систему семи рукопожатий. Привлекали компании частные. В частности, нам удалось привлечь эстафету «Челлендж Добра», которая у нас по городу очень известна, и где федеральная компания участвует. Расскажите про «Челлендж Добра» еще немножко. Ну, это эстафета, которую крупные компании федеральные, такие как МТС, Сбербанк, Железно, передавали друг другу здесь, в городе, и реализовывали какие-то проекты. Мы предложили им поучаствовать в этом проекте, и они с радостью в этом проекте поучаствовали, и помогали всем, чем могли. За это им большое спасибо. Ну и кроме них, у нас участвовало порядка четырех десятков компаний еще, и в общей сложности порядка 170 человек физических лиц. Это не только те, кто кинул свои 100-200 рублей, это были те, кто приходил, таскал бетон в ведрах, охранял площадку, когда требовалось. Это даже требовалось, да? Да, конечно. То есть, когда покрытие положено, необходимо какое-то время... А потом просыхает? Да, оно просыхает, а там все равно люди с собаками гуляют, и нужно какое-то время отгонять всех. Так это же куласу, что нужно там дежурить. Ну, не круглые сутки, но до поздней ночи мы там присутствовали, да, кто-то был. Вот из движения воркаут 43, ребята по перемену дежурить, то есть все равно такие меры приходилось принимать. Сигнальная лента и объявления для собак ничего не значат. Да, иногда и недель тоже, что ли. Да, ну, благо люди все-таки у нас сознательные граждане, потому что даже если они видели, что кто-то подходил близко к площадке, и ходили, и прохожие просто и пальчиком-то грозит, и не входите, вот видите, написано, открытие, и так далее. Вот это гражданское сознание пробуждается. Да, конечно. То есть сама такая площадка и сама такая инициатива по постройке площадки, это же пример, и когда такой пример граждане видят, в них гражданская осознанность просыпается в любом случае. Так всегда это и работает. Очень здорово. А сколько было денег, когда мы уже за фирмой обсуждали, от физических лиц? Я точные цифры сейчас не скажу, то есть это нужно поднимать всю информацию. Там более полумиллиона мы привлекли от физических лиц. В общей сложности мы привлекли порядка 800 тысяч деньгами, и материалами, работами еще добрали примерно до миллиона 200. То есть миллион 200 – это, получается, это сама, в которую вывелась эта площадка? Мы не заложили туда нашу стоимость, то есть зарплату, и я с тобой, ребята. Да, конечно. Многое там делается на общественных началах, соответственно. Но вот сама оценка проекта именно в материалах, именно в работах, без каких-то инициативных вещей, она вот миллион 200 примерно. Вы наверняка выложите это, публикуете всю СМИ туда, все документы, чтобы можно было понять, куда, какие деньги. Все отчетные документы мы опубликуем. Часть средств мы проводили через нашу общественную организацию, она называется «Лучший город», которая как раз призвана улучшать городскую среду. И, естественно, и организация публикует отчет, и мы, как инициативная группа, у нас порядка 25 человек тоже опубликуем отчеты, от всех потраченных средств. Насколько я понимаю, такое оборудование требует определенного подхода и стандартизации. У кого оно заказывалось, как оно готовилось, как подбирали? У нас, ну, тут мы подрядчика выбирали, наверное, месяца полтора с Егором. Мы это подробно обсуждали. У нас вообще всего два производителя, которые могут, которые сертифицированы и производят сертифицированное оборудование для воркаута. И вот мы остановились на московском подрядчике, компания «Кенгуру ПРО», которая нам поставила все оборудование. Естественно, приезжали от них специалисты на установку этого оборудования. Все вымерялось, все сделано по мировым стандартам. Соответственно, автоматически наша площадка таким образом вошла в список сертифицированных площадок на территории Российской Федерации, где можно проводить соревнования федерального уровня. Но об этом я думаю. И даже международного. И даже международного. Будем, конечно, стараться провести международные соревнования, но я хочу, лично мое желание, такое было, чтобы какая-то цель и точка была поставлена, чтобы официальный чемпионат Приложеского федерального округа проходил в Кирской области по воркауту. И у меня такая предварительная договоренность была с президентом федерации, и я думаю, что мы уже близки к этой цели. Ну, если есть точка АФА, то, конечно, почему бы и нет. Обязательно. Там нужны будут еще в этом случае, если соревнования какие-то проводятся, как у вас будет в середине августа, насколько я понимаю, там нужна еще какая-то сопутствующая инфраструктура, раздевалки душевые, что-нибудь. Или нет? В этом плане не сильно приоритетливые люди, то есть стационарно мы ничего не ставим, мы ставим палатки, временные палатки, где можно переодеться и так далее, спортсменам подготовить себя к выходам. Место, благо, там есть рядом футбольное поле большое, где можно все разместить. То есть мы строим обычную площадку, ну, еще палатку, которая подрос с человека, туда они заходят, переодеваются и так далее. Ну, конечно, мы делали бетонное основание, то есть это такое конкретное бетонное основание, 12 сантиметров толщиной, с соблюдением всех строительных норм, с армированием. Потом была установка вот этого всего оборудования, причем там заливались сваи на 70 сантиметров в глубину, в грунт. И затем, вот сегодня завершились работы по укладке резинового покрытия специально, которое демпфирующее, которое будет предохранять спортсменов от травм при падении. Да, как раз вот Олег перед эфиром показывал фотографии, которые только что вот были сделаны на площадке, мы в группу ВКонтакте и Фейсбук обязательно выложим. Я пользуюсь случаем, прошу всех жителей этого района обходить площадку стороной и грозить пальчиком всем тем, кто попытается на нее сегодня встать. Как они делают это сейчас? Там, видимо, какая-то усадка, да, грунта идет? Нет, там просто усыхание сейчас идет полимерного основания как раз под этой крошкой. В течение... Ну, к утру оно уже будет готово. В принципе, завтра на площадке можно будет уже тренироваться. Завтра уже может тренироваться? Отлично. И 13-го числа она будет торжественно открыта. В 5 часов дня. В 5 часов дня. Жаль, что так рано, конечно. Что ждет на открытии Кировчан? И можно ли приехать туда, будет посмотреть из других районов? Нужно. Нужно приехать и посмотреть на то, что мы в течение двух месяцев создавали. Я думаю, все пройдет очень классно, здорово. На этой площадке мы там установим сцену, будет живая музыка, будет диджей. Будут показательные выступления от ребят из Workout 43. Гость из Москвы? Да, будет гость из Москвы, топ-менеджер МТСа федерального, который сам воркаутом занимается. Круто. И покажешь, что можно. И в 30+. Покажешь? Покажешь, прямо покажешь. Да. Будет весело. Будем перерезать ленточку красную, естественно. Будем всем организациям, поучаствовавшим, будем вручать благодарственные грамоты. Будут первые лица города, которые обязательно посмотрят на наш опыт вот такой реализации общественных инициатив. Я буду рад, если они нас будут приглашать и привлекать к реализации подобных проектов и за бюджетные деньги, потому что у нас уже есть опыт. Мы все будем рады. Если таких площадок будет не одна, а две, три, четыре, это будет для нашего города просто новый уровень. Потому что даже сейчас, пока мы строим и возимся там в цементе, вблизи, мы видим, как подрастающее поколение, семи-восьмилетние дети, подходят и так и хотят туда на турники полазить, поподтягиваться. Они смотрят вчера на площадке. Да-да-да, вчера мы были на площадке с ребятами из Роркаут 43, которые уже пробовали, делали там элементы, и вокруг люди доходили, открыв рот. То есть их это удивляет, им это очень нравится. Это шоу, доступное, спортивное шоу, которое может каждый. Да, и такое шоу на открытии мы продемонстрируем. Поэтому ждем всех в 5 часов 13 июля. Ограничения по возрасту сразу? Есть ли какие-то? Абсолютно нет. Можно даже и в 5 лет этим заниматься. Но при страховке родителей. Ну да, ну или тренеров. И в верхней планке тоже нет. Однажды я занимался на одних турниках с одним мальчиком, ну когда сам разминался, бегал утром и занимался. Если честно, я даже не знал, а ему оказалось под 90 лет. А он на турниках подтягивался, на брусьях делал элементы. Занятия собственным весом, они наименее травмоопасны. А учитывая, что мы здесь покрытие все-таки организовали, даже падения, они не будут фатальными, не будут оставлять ссадин, то есть там сантиметр резиновой крошки, которая смягчает удар. Ну и плюс у нас все-таки там каскад турников, турники разной высоты. Есть и высокие под дяди Стёб, есть турники под подростков, есть вообще, ну такой турник-скамейка для отжиманий от... Да, те, кто люди еще боятся запачкаться, ну и все равно неприятно, особенно когда в чистой одежде, там есть очень низкий турник, за него берешься и можно отжиматься. То есть это очень удобно. Эстетично получается. То есть доступный спорт. Как Вы сказали, довольно сложная структура, там у этой площадки, турники, их внешний вид и вот эта паразельная крошка, да, которая будет покрыт основание площадки. Какой уход предполагается за всем этим объектом? Ну и в любом случае, мы прекрасно понимаем, да, что я бы говорила уже, что гражданственность просыпается в людях, это прекрасно, но все равно в любом случае пока еще будут те люди, которые, ну скажем не так, внимательно и трепетно будут относиться к тому, что создано и у других людей. Как с этим Вы планируете бороться, содержать площадку? Ну, один из элементов того, что люди, которые там часто сами проходят просто мимо, глядя, что на ней много занимаются, им будет психологически уже тяжело. А если бы площадка была заброшена, и на ней бы никто не занимался. Если ты попробуй-ка выкинь что-нибудь. Да, то есть, если кто посмотрит, да, на наших ребят, особенно с голым творчеством, я думаю, что мало у кого возникнет желания с ними спорить. То есть, вот так можно даже добавить. У нас есть предварительная договоренность с дворцом творчества, мемориал, который на территории парка, именно дворца все-таки площадка, соответственно, они за ней уход будут осуществлять, то есть, тоже расчищать, обметать. Ну, и, естественно, мы на инициативных граждан рассчитываем. Все-таки тот комплекс, который стоит там, проживший неподалеку, его зимой подрасчищают. Потому что каждый день, каждое утро туда приходят ребята заниматься, а сейчас они уже перемещаются к нам, потому что там не ровен час, скоро все обвалится. И сейчас они уже занимаются у нас. Даже уже ролики популярны в соцсетях, в группах есть, где ребята пробуют эту площадку, видео записывают. То есть, вашу площадку. Да, да. То есть, когда мы залили бетон, еще не было покрытия, то есть, все уже просохло, мы просто ждали погоду, для того, чтобы покрытие наносить. На ней уже можно было заниматься, и кто-то этим воспользовался. Молодцы, молодцы. До завтрашнего дня уже можем будет официально приступать к тренировкам на этой площадке. Что нужно для того, чтобы заниматься воркаутом? Шорты. Желание. Шорты и желание. Шорты не надо. Желание. Можно решиться. То есть, все просто. Никакого специального снаряжения нет, никакой формы специальной нет. То есть, просто желание. Те, кто хотят заниматься, завтра вечером я уже знаю, что ребята будут на площадке, так что могут присоединиться и потренироваться вместе с ними. Единственное, что, ну, сразу же момент, что у них не будет времени сейчас очень многое сильно объяснять, потому что они будут готовиться. Готовиться к показательным выступлениям, как раз, которое будет 13-го числа. А если ребята, до младшего возраста или более взрослые ребята, захотят, так или иначе, связать свою жизнь с воркаутом, участвовать в соревнованиях, в этом случае, куда им обращаться, как готовиться и у кого получать помощь. У нас есть группа в соцсетях, то есть воркаут 43, либо могут написать мне, и мы ими займемся и направим, куда нужно русло. В плане того, что кто будет себе сомневаться, могу сразу же сказать, у нас есть спортсмен Сергей Шабалин, он участник чемпионата России, и буквально можно за год подготовиться, достойно подготовиться к соревнованиям достаточно хорошего уровня. То есть как это сделал Сергей? Да, то есть на это не нужно очень много времени, особенно чем младше, тем лучше. В каком возрасте он пришел в воркаут? Ну, он занимается очень много лет, ну, где-то с начала подросткового возраста. Но он не воркаутом, он занимался просто в центральниках, сам по себе, у себя во дворе, то есть все. А потом, мы познакомились, он уже выполнял какие-то элементы. И когда он съездил первый раз на соревнования, понял, что нужно готовиться, он занял второе место в Кировском федеральном округе и вошел в 10 лучших спортсменов на чемпионате России. Круто. Кто бы мог подумать, да, в Кирове есть спортсмены еще и титулованные. Да, такого уровня. С такой площадкой у нас их появится намного больше. Мы ждем их тоже в этой студии. А пока у нас осталось буквально пара минут, я бы хотела с вами обсудить вообще объекты любительского спорта в Кирове. Как вы их видите, я так понимаю, что многие города занимаются бегом, триатлон, да, и что у тебя еще? Ну, если честно, большой спектр, да, то есть и тренажерный зал, и бег, но самое любимое на сегодняшний день это, конечно, триатлон, потому что у меня скоро через месяц, меньше чем через месяц уже старт половинки аэромена, поэтому я активно готовлюсь. Конечно, объекты спортивной инфраструктуры у нас желают лучшего. Я понимаю, почему это так происходит. То есть, это и нежелание людей тоже помочь, и бюджет в нашей области нензиновой и так далее. Но я вижу, что начал улучшаться. То есть, есть улучшения. Потому что есть люди, которым это надо, Да. То есть, там... Которые готовы для себя и для других что-то сделать. Да, то есть, взять там Григория, например, который велосипедный спорт, и тоже, то есть, он, я его очень хорошо знаю, уважаю его. До Григория долгих президентов федераций его спорта. Спорт, как правило, все равно личности двигают, так или иначе. У нас проблема площадок, вот общественных, спортивных, в основном связана с тем, что создают их те, кто к спорту отдаленное отношение имеет, соответственно, они не знают нюансов. И площадки стоят все невостребованные. Да, в итоге это жесткие бетонные основания, это трубы не того диаметра, который обхватить нельзя. Полты не закрытые там, и так далее. травмоопасно получается. В итоге, люди, конечно, о них занимаются, в связи с тем, что другого-то варианта у них нет. Но это сопряжено с травмами, и, в общем-то, у людей это может отбить желание вообще заниматься спортом. Ну и эстетика. Да. Эстетика и родители, видя, какой объект перед их глазами, да куда пойдет их ребенком заниматься, конечно же, иногда можно сказать, нет, давай ты лучше где-нибудь там в компьютер. У нас же городская среда, она должна гармонично развиваться, соответственно, мы должны подходить с точки зрения общего градостроительства. То есть, если мы создавали площадку, у нас прежде чем что-то делать, все проходило согласование с дизайнером. То есть, без добра дизайнера одно дело функциональная часть, другая эстетическая. То есть, мы все это соблюдали. Вот. В связи с этим она такая и получилась. Мало того, что функциональная, профессиональная, еще и красивая. Ну и, естественно, дизайн площадки вписан в общую структуру дизайна, которая в будущем будет в парке. Да. Это тоже немаловажно, конечно. Да, да, да. Ну что, еще раз призываем всех, во-первых, где 13 июля в 5 часов на площадку Дворца Пионеров, где будет торжественное открытие со всеми утекающими посредствами в виде выступлений звезд, а также топ-менеджмента известных корпораций всероссийских выступлений спортсменов по воркауту. Всех ждем 13 июля в парке. Можно, наверное, и с 6 лет приходить в сопровождение взрослых и, в принципе, уже на следующий день или уже даже завтра можно приходить заниматься. Да. Да, вся информация в группе ВКонтакте Воркаут-43. Очень надеемся, что таких объектов именно полезных для города объектов для развития не только спорта, но и вообще инициатив для развития качеств положительных каждого человека будет появляться в городе и в Кировской области все больше и больше. Вот, Аман, спасибо большое. Это была программа Сферы Спорт. Да, мы сегодня говорили о площадке воркаута у Дворца Пионеров. В гостях у нас был Егор Поспелов, руководитель Федерации воркаута в Кирове и Олег Ошкин, координатор проекта и член инициативной группы. Спасибо вам, ребят, большое. Успехов вам и ждем снова. Спасибо. Большое спасибо. До свидания.